Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Фредерик Артур Бриджмен. Американский художник-ориенталист. Родился 10 ноября 1847 года в штате Массачусетс. Отец тоже был родом из этого штата, работал странствующим врачом, так написано в Википедии, я зачитываю. Отец умер, когда Фредерику было 3 года. После чего мать, а все это было в штате Алабама, уезла будущего художника с братом обратно в Бостон, столицу штата Массачусетс, так как опасалась нарастание конфликта между севером и югом. Вскоре семья перебирается в Нью-Йорк, где Фредерик становится учеником гравера. Но, несмотря на успехи в карьере, он начинает уделять больше времени живописи, посещая вечерние занятия сначала в Бруклинской ассоциации искусств, а затем в Национальной академии дизайна. В 1865-1866 годах представляет свои работы в этой ассоциации. При финансовой поддержке бруклинских бизнесменов он отправляется во Францию в 1866 году. Поступает в студию Жанна Леона Жерома. Вскоре его работы выставляется на парижских салонах. Его картина «Провинциальный цирк» имела большой успех в салоне в 1870 году. Проводит время в Испании, Алжире. Работы, созданные в этот период, с большим успехом были выставлены в салоне в 1873 году. И в результате художник, следующей зимой, 1873 года, снова посетил Северную Африку, на этот раз Египет, совместно с Чарльзом, с Парком Пирсом. Здесь он рисует фрагменты уличной жизни Каира, памятники исламской культуры, а также сюжеты по мотиву его путешествия вверх по течению Нила, которая, кстати, длилась около четырех месяцев. Получив известность, он женится на молодой и состоятельной девушке из Бостона. Флоренс Мод Бэй. Пик его карьеры прошелся на 1881 год, когда была проведена его персональная выезд в Американ Арт Галери, на которой было представлено более 300 его работ. После этого Бризман был избран членом Национальной Академии Дизайн. В 1886 году возвращается в Алжир вместе с женой, не только для работы, но и для того, чтобы поправить здоровье жены, которая страдала наследственной неврологической болезнью. В 1901 году его жена Флоренс умирает. Спустя три года он женится снова на Марте Йогере. В 1907 его достаивают ордена Почетного Легиона. После Первой мировой войны его популярность снизилась, и он перебирается в Нормандию, где продолжает заниматься живописью вплоть до своей смерти в 1928 году. Он 13 января 1908 года, в возрасте 80 лет. Ну вот так вкратце о художнике, американском художнике-ориенталисте Фредерике Артуре Бриджмане. Все, пока-пока, всем привет, смотрим работы. Фредерике Артуре Бриджмане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...